Дорогие друзья, я хотел всех поприветствовать. У нас сегодня замечательное событие. Вручается правительственная премия в области качества. Сегодня мы проводим это уже в 23 раз церемонию. И за время своего существования эта инициатива стала по-настоящему общенациональной. Часто организаций, которые претендовали на эту очень статусную награду, уже превысило 2,5 тысячи. Причем на протяжении нескольких лет мы отмечаем практически ажиотажный спрос. И рост заявок только за 3 года, их количество выросло более чем в 6 раз. Соответственно, этот год стал одновременно и рекордным, и самым сложным с точки зрения формирования пула номинантов и окончательного выбора победителей. Столь высокий интерес к премии со стороны компаний и организаций, предоставляющих услуги, вполне объясним. Уровень конкуренции на внутреннем рынке, а уж тем более на мировой арене продолжает расти. В этой связи главным условием успешности становится удержание, сохранение лояльности и завоевание доверия наших потребителей. Что просто невозможно без внедрения наилучших практик менеджмента качества и построения всеобъемлющих сервисных и клиентоориентированных моделей. Как председатель совета по присуждению премии, я имею возможность видеть, насколько активно предприятия начинают работать в этом направлении. Руководствуясь критериями, которые мы сформировали для конкурсного отбора, организация претендента проводит комплексную работу по внедрению инноваций, освоению новых прорывных технологий, модернизации производственных процессов и, конечно же, цифровизации. При этом менеджмент качества этих предприятий интегрирован с другими подходами к управлению – экологической экспертизой, охраной труда, управлением персоналом и выстроен в единую систему. Совершенно по-новому выстраивается непосредственная работа с покупателями и партнерами. Абсолютно другой уровень вовлеченности демонстрирует персонал. В этом смысле победа в конкурсе – это награда не только руководства, но в первую очередь сотрудников организации. Все это по сумме баллов позволяет нашим лауреатам занимать устойчивое положение на рынках, демонстрировать высокие финансовые и производственные показатели. Они социально ориентированы, активно участвуют в развитии своих регионов и смело смотрят в будущее. При этом государство, конечно, тоже заинтересовано в подобных трансформациях бизнес-моделей. Это означает и рост производительности, и рост конкурентоспособности российских товаров, услуг, в том числе на внешних рынках. Что в свою очередь напрямую коррелирует с теми задачами, которые стоят перед экономикой в целом и обозначены в национальных проектах. В заключение я хотел бы поздравить всех лауреатов, пожелать надежду в том, что за вами будут последователи тех достижений, тех результатов, которые у вас получаются. И хотел бы воспользоваться возможностью с учетом того, что у нас церемония проходит в преддверии наступающего Нового года. Пожелать вам крепкого здоровья, удачи, успехов вам, вашим семьям, чтобы у вас все получалось. И новые результаты были всегда стимулом для достижения новых побед. Спасибо и еще раз вам успехов. Постановление правительства Российской Федерации премии правительства Российской Федерации 2019 года в области качества за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг, а также за внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества присуждены. В категории организации с численностью работающих от 250 до 1000 человек. Федеральному государственному бюджетному учреждению САКСКИЙ военный клинический санаторий имени Пирогова Министерства обороны Российской Федерации Город САКИ, Республика Крым Уважаемый Денис Валентинович, уважаемые коллеги, позвольте поблагодарить правительство Российской Федерации Российскую систему качества экспертов за высокую оценку результатов деятельности коллектива САКСКИЙ военного клинического санатория имени Николая Ивановича Пирогова Поблагодарить Министерство обороны Российской Федерации Главное военно-медицинское управление за поддержку в развитии Поблагодарить трудовой коллектив санатория за профессионализм, трудолюбие, ответственность За последние пять лет коллектив санатория переоснастил медицинскую базу Разработал и внедрил интегрированную систему менеджмента соответствующую международным стандартам Прошел путь от санатория природной медицины к санаторию природной и инновационной медицины премиум-класса по оценке Национальной курортной ассоциации Стал ведущей санаторно-курортной организацией в России на постсоветском пространстве в Европе Получил статус признанное совершенство Пять звезд Европейского фонда по управлению качеством Национальная премия в области качества Высокая правительственная награда Дополнительный стимул для коллектива санатория Для дальнейшего развития и совершенства Уважаемый Денис Валентинович Уважаемые коллеги Берегите свое здоровье и время И помните, что отдых с санаторно-курортным лечением Это путь к здоровью и активному долголетию И решению задачи, поставленной президентом Российской Федерации Владимир Владимировичем Путином О вступлении России в Клуб 80+. Приглашаем вас за здоровьем и долголетием Сахский военный клинический санаторий Имени Николая Ивановича Пирогова